Добрый день, дорогие друзья! У нас сегодня Эвелина Аделейн, музыкант, композитор, музыкальный терапевт, обладатель мирового рекордов Гиннесса, автор выходящей вскоре книги «Экстремальная музыка», почетный член жюри Международного фестиваля «Голден Тайм». Эвелина, браво! Очень спасибо. К нам подключается, подсоединяется большая аудитория участников «Голден Тайм», которые уже видели ваши оценки. И вот вы чуть позже скажете, какие бы вы могли сделать замечания и пожелания нашим участникам. Но это будет чуть позже. Скажите, пожалуйста, самый больной вопрос, который сейчас беспокоит всех. Как у вас обстановка в Лондоне? Есть ли у вас карантин? Вот такие маленькие вступления. Как вы живете сейчас в условиях такого глобального вируса, который происходит в мире? У нас есть карантин. Карантин у нас ввели на прошлой неделе. Но уже до этого недели, которые нам советовали самоизолироваться, 99% бизнесов закрыто. Все увеселительные заведения закрыты. Кафе, рестораны, бары закрыты. На транспорте передвигаться очень сложно. Транспорт очень ограниченный. Поэтому я, например, купила велосипед и наматываю по городу по 40 километров в день в велосипеде. 40 километров? Вы потом обязательно установите мировой рекорд между учениками, как вы двигаетесь. Скажите мне, пожалуйста, я знаю, что у вас есть в связи с этим вирусом, я знаю, что у вас есть школа, музыкальная школа, которую, в принципе, сейчас я вам хочу, дорогие друзья, показать. Вот такая школа есть у Евелины. Вы можете зайти на сайт, который я вам сброшу и, в принципе, оставить там заявочку. Расскажите, пожалуйста, я вижу, что работает сейчас школа ваша, вот, друзья, ловите ссылку, работает школа сейчас и онлайн. Я знаю, что много учеников, которые бы хотели, чтобы вы провели для них мастер-класс. И не только мастер-класс, а, может быть, и хотели бы сейчас заниматься онлайн, так как это очень сейчас актуально. Скажите, принимали бы вы учеников, допустим, из далекого севера или с юга, со всего мира? Получится ли у вас это делать? Да. Вы знаете, я уже попробовала в таком формате заниматься. Та девушка, кстати, которую вы видите на фотографии, это не просто красивая азиатская девушка. Это «Мисс Китай» 2014 и одна из финалисток «Мисс Вселенной» Кристалл. Она родилась в Гонконге, она моя ученица и моя поклонница. И я сейчас занимаюсь учениками из Азии в том числе, из Гонконга, из Сингапура и сейчас набираю учеников из Китая. Также мои ученики, с которыми я всегда занималась в Лондоне, тоже перешли в онлайн, и у нас очень хорошо это получается. Поэтому я поддерживаю усилия всех тех, кто сейчас занимается онлайн, и я абсолютно прослушала бы потенциальных новых учеников. Я думаю, что единственный критерий здесь – это возраст, потому что все-таки, если ребенку лет 5-6, ему трудно заниматься онлайн. Устечивости не будет, да? Устечивости не будет. Да, но если на другом конце есть взрослые, которые в состоянии как бы быть моими руками, то да, но это сложнее. А дети от 8-9 лет, не говоря уж о детях, в которых 10-11 лет, это абсолютно не проблема. А вот если взрослый человек, так это очень рациональный вообще способ изучения. Скажите, где можно оставить нашим ученикам вот ссылочку на сайте? Есть у вас там, можно будет заполнить, чтобы пройти мастер-класс? Или вот все-таки записаться на онлайн-урок? Мы сбросили сайт, там есть такое, как оставить заявку, да, я так понимаю? Там есть мой имел, там есть мои данные, либо пишите здесь в комментариях, либо пишите Инессе. Если хотите, все ученики, пожалуйста, мы вас коммуницируем с Эвелиной, и обязательно мы вам поможем, чтобы Эвелина такой замечательный педагог, музыкант, который играл. Эвелина, скажите еще, вы, я знаю, играли для королевской семьи в Лондоне. И чтобы такой человек дал урок, мастер-класс ученикам, я думаю, что это захочет великого внимания, друзья. Так что, быстренько, спеши, у Эвелины, я знаю, 100%, чтобы выхватить ее на эфир, нам стоило очень больших усилий. Так что у нее все расписано, это 100%. Эвелина, я знаю, что у вас сейчас будет буквально вот вскоре очень интересное мероприятие. Расскажите, пожалуйста, что это у вас будет за мероприятие? Да, спасибо, Инессочка, за вопрос. Буквально через час я выхожу в эфир первый раз через платформу Zoom. Ссылка у вас есть, да, и я тоже могу дать комментарий. Сейчас я вам покажу. Да, это будет салон, где первые полчаса можно будет со мной поговорить, задать мне вопросы, узнать обо мне. Да, вот я вижу ссылку, спасибо большое. На следующий час я буду играть. Вход свободный, если вы потом хотите оставить донейшн, то нет проблем. Ссылочку мы сбросили, вы можете уже подключаться, пожалуйста, тоже готовиться к этому мероприятию. Это очень интересно, джазовый салон, где Эвелина будет полтора часа, да, по-моему, вы будете играть. Да, и разговаривать тоже, общаться, да. Это очень интересно, очень интересно. Спасибо, ссылка, друзья, есть, так что можете переходить быстренько, потому что места, я знаю, ограничены. Скажите мне, пожалуйста, я знаю, что у вас можно, вы терапевт, и вы лечите своей музыкой. Расскажите, пожалуйста, я знаю, что это новинка, в принципе, в априоре, и многие не знают, что это такое. Я знаю, что некоторых вы людей, даже девушек, положили под рояль, играли. Что это такое у вас? Да, один из видов музыкальной терапии, это действительно я могу положить человека под рояль и сделать атмосферу, которая позволяет человеку встретить внутренние ресурсы, которые позволяют ему изменять сознание. Это не обязательно для этого нужно быть травмированным или иметь какую-то проблему. Дело в том, что эту музыкальную терапию можно использовать для создания любого пика опыта, просто для перехода на другой уровень, для помощи в бизнесе и так далее. Но есть и другой тип музыкальной терапии, такой, как, например, занятие музыкой, особенно для детей с задержками развития или с задержками речи. И сам факт того, что ребенок начинает играть и играет по моему методу, это уже дает очень серьезный всплеск работы мозга. Наши пальцы и мозг очень тесно связаны. И таким образом, это тоже музыкальная терапия, которая помогает детям в развитии очень сильно и помогает им преуспевать и в других предметах. Не обязательно смысл с американцами. То есть вот два типа музыкальной терапии. Одна обучающая, а другая воспринимающая, когда люди ложатся ко мне подроялью. Супер. Но скажите, для деток это нужно, чтобы у вас были детки непосредственно у вас в салоне? Потому что онлайн заниматься это будет сложно, наверное, да, с такими детками? Я не пробовала. Мы можем попробовать. Онлайн, да, онлайн я не пробовала заниматься именно с такого типа детьми. Но ничто не мешает попробовать, особенно если у родителей есть хотя бы минимальная музыкальная грамотность. Я могу использовать родителей как как бы свои руки, сутокси. Мы можем попробовать, если есть такая потребность, если кому-то нужна помощь именно в развитии. Здорово. По мне аж мурашки пошли по коже. Очень интересно. Верина, скажите мне, пожалуйста, я знаю, что вы пишете книгу. И книга просто ее читаешь и хочется еще читать. Я знаю, что вы отрывки выкладываете иногда у себя на странице в Фейсбук. Мы читаем так же, как и я, и мы всей семьей, и я твоим дочерям читаю книгу. Фейсбук и слуха. Они просто... Давай, давай еще. Скажите, что вас натолкнуло написать книгу? Я знаю, что у вас тяжелая, в принципе, судьба, и вы шли очень... Ну, вы прошли все. Не будем, да, рассказывать о 90-е годы, я знаю, по книге, как вы все... Вот что вас, в принципе, натолкнуло написать вот такую книгу интересную? Спасибо, Афера, за комплимент. Я очень рада, что вы читаете эту книгу разными поколениями, да, то есть и наше поколение, и среднее поколение, и молодое поколение, и более старшее поколение. Я очень рада, что книга универсально общается, разговаривает с разными людьми из разных стран, из разного уровня образования, разных интересов. Для меня это самое важное. Что меня натолкнуло? Ну, я думаю, что это было фактически логическое продолжение моей карьеры, потому что, когда я получила мировой рекорд, и та цена, которую я заплатила, и условно, и в переносном смысле за этот мировой рекорд, уже тогда, конечно, у меня была абсолютная концепция книги. А второе то, конечно, что я не только музыкант, я еще и коуч, и терапевт, и поэтому я понимала, как я пришла к тому, что я пришла, и мне казалось очень важным описать свою жизненную историю, но не просто в биографическом стиле, а в терапевтическом стиле, проанализировав те моменты, которые позволили мне добиться успеха, и таким образом, чтобы люди, моделируя меня, тоже могли добиваться успеха. И, насколько я понимаю, книга получилась рабочая. Книга уже закончена, она просто вверх сейчас, так что скоро уже мы сможем прочитать. С удовольствием, с удовольствием. Очень хотели, да, прочтите книгу, очень хотим. Мы вот буквально на прошлой неделе встречались тоже в прямом эфире с Лос-Анджелесом. Игорь Кокарев тоже написал книгу, очень интересную, которую мы тоже предлагали нашим слушателям, и, в принципе, тоже она уже есть в продаже. И, блин, очень ждем, чтобы она была в продаже, и мы обещаем, что будем ее читать и тоже будем рекомендовать. Но вот самое главное, куда мы все-таки, вы нас сами тоже подвели, книга рекордов Гиннесса. Как все-таки вы придумали или смогли, да, не каждый же может придумать такое, а потом добились своего? И как вы в мороз такой, я знаю, что там было очень холодно, ветрено, на самой высокой точке, да, мира, вы смогли все-таки сыграть вот такие произведения? Как все-таки вы тоже к этому пришли? Вопрос на миллион долларов. Как раз об этом и написана книга, то есть если я буду рассказывать в подробностях... Не надо, но надо чуть-чуть, я знаю, что у вас скоро эфир, и мы, в принципе, на готовые друзья тоже, давайте, подписывайтесь, я еще раз перебью, Евелина, простите, у нас Евелина Делэнь, это замечательный человек, музыкант, композитор, музыкальный терапевт, обладатель мирового рекорда Гиннесса, автор выходящей вскоре книги «Экстремальная музыка» и почетный член жюри международных фестивалей Golden Time, и самая прекрасная девушка, которая с нами. И еще раз говорю, что она вот сейчас будет в джазовом салоне, вот смотрите ссылочку, можете регистрироваться, давать замечательный концерт, вы можете переходить, ссылка у нас есть сразу под нашим видео, которое идет сейчас, так что регистрируйтесь, Евелина, вы увидите там завтра роялем, который скоро будет играть. Евелина, простите, что я вас перебила, еще раз, книга рекордов Гиннесса, как вы смогли этого добиться? Я думаю, что в нашей жизни потери и победы очень тесно связаны, иногда победа невозможна без потери, и к моему рекорду меня тоже привели потери, серьезные травмы, трагедии. Дело в том, что в какой-то момент… Я анализирую, кстати, этот момент в книге, почему очень многие победы происходят после потерь. Дело в том, что, возможно, один из факторов – это то, что человек попадает в состояние, когда ему больше нечего терять, его больше ничего не ограничивает. И тогда он дает себе возможность пойти на риск, на который он в другом состоянии не пошел. Это то, что и случилось со мной. То есть после нескольких серьезных потерь я пошла на риск. Мне просто больше не было ничего страшного. И абсолютно мистическим способом я познакомилась с организатором этого проекта, у которого я купила рояль. И абсолютно мистическим способом, заинтересовавшись этим роялем, не планируя изначально покупать этот рояль, это абсолютно была совсем случайная история. Вот так вот случайно зайти в магазин и купить рояль, я думала, что это уникальная история. Но благодаря этому роялю я подружилась с организатором, и организатор предложил мне сыграть самый высокий концерт на рояле в мире. И у меня не было сомнений в том, что нужно на это соглашаться. Я сразу согласилась. Конечно, организационные моменты были тяжелые. Конечно, погода была тяжелая. Безусловно, играть на высоте 5 километров над уровнем моря – это тяжелейшее испытание для психики, для организма, для работы команды. И это испытание, из которого они все вышли живыми. Поэтому этот рекорд имел очень большую цену. И, наверное, поэтому он еще больше ценен для меня. И когда этот проект был закончен, действительно, через несколько месяцев я попала в книгу рекордов Гиннеса. И не только попала в книгу рекордов Гиннеса, но и в книгу рекордов Гиннеса сайт написали про меня статью и сделали для меня видео. Этого достаиваются не все рекордсмены, но я этого удостоилась. – Браво, браво. Просто супер. Скажите, какая высота была над уровнем моря? – 5 километров. – Это супер. Мы видели ваше видео. Надеюсь, друзья, можно перейти к Эвелине на страничку. И у нее там есть же отрывочки книги, которые скоро будут в эфир. Вы можете увидеть видео отрывки и фильм в YouTube, в Facebook. Там, где Эвелина играет на этой высокой горе. Эвелина, скажите, я знаю, что вы с нами уже на протяжении практически больше двух лет. Оцениваете наших участников. Какие бы вы могли дать пожелания, замечания для наших участников? Они это, конечно, от вас ждут, как от большого профессионала. Участники Golden Time очень разбросаны по возрасту и по уровню, и по интересам. Поэтому трудно дать одно пожелание всем участникам. Потому что, когда я сужу фестиваль, мне попадаются как и дети, которым 3-4 года, так и взрослые люди, которые пробуют себя во второй половине жизни, люди, которым за 50. И уникальный разброс категорий тоже не позволяет давать один общий совет. Но скажу так. Я как специалист по самоактуализации, собственно, которая и является причиной, по которой я написала книгу. книга называется «Экстремальная музыка. Творчество и самоактуализация на вершине мира». То есть, что такое самоактуализация? Самоактуализация – это достижение жизни высшего потенциала. Это всего лишь в двух словах, а об этом можно читать целые книги. Так вот, считается, что жизнь высшего потенциала не может быть достигнута без творчества. Творчество, даже если человек не является профессиональным артистом, профессиональным танцовщиком, профессиональным музыкантом, любой вид творчества необходим для самореализации, для самоактуализации. Поэтому, если и есть хоть один универсальный совет для всех тех, кто интересуется World in Time, это продолжать открывать себе творчество, новые виды творчества, новые взаимодействия с миром с помощью творчества. И таким образом мы приближаемся к жизни наивысшего потенциала. Спасибо, родная. Спасибо вам огромное. Я знаю, друзья, что участвуйте. Евелина будет вас оценивать. Друзья, переходите на сайт, заполняйте, пожалуйста, заявочку, звоните, оставляйте нам. И, в принципе, Евелина Делейн тоже сможет вам провести мастер-класс. Тоже уроки онлайн, то, что я вам говорила, нужно, просто необходимо получить опыт в Великобритании, из Лондона, который человек прошел всю жизнь, отдавая себя музыке. Этого стоит получить. Евелина, спасибо вам огромное. Еще хочу сказать, что, дай бог, все получится. И вы знаете, что у нас 4 октября планируется фестиваль. Не будем пока ничего говорить, как оно все будет. Очень хотелось бы, чтобы все это быстренько за месяц прошло. Ну, мечтаем, да. И у нас состоялся фестиваль. И надеюсь, что после фестиваля, на следующий день, Евелина пригласит нас в свой замечательный салон тех участников, которые будут на фестивале. И тоже сделает замечательный концерт и мастер-класс в Лондоне и в своем салоне. Друзья, спасибо вам. Я была бы рада, и для меня очень важно, что все равно какие-то даты есть. Мы к этому стремимся. Мы не властны над ситуацией. Мы можем контролировать только свою реакцию на ситуацию. И я хочу сказать, что если кого-то посадили в карантин, и кто-то вынужден сидеть дома, занимайтесь. Правильно. То, что вы можете сделать. Если вы не можете ходить в школу, если вы не можете ходить на работу, если у вас есть инструмент, или если у вас есть вид искусства, который вы практикуете, сейчас самое время этим заняться. Сейчас как раз у нас есть возможность снижать тревожность, которая является абсолютно нормальным ответом на эту ситуацию. Но мы можем снижать эту тревожность с помощью творчества и с помощью совершенствования в своем виде искусства. И я надеюсь, что фестиваль состоится. И на фестиваль придут люди уже, которые подняли свой творческий уровень и свой уровень навыка, ремесла. То, что Аристотель называл техне. Это вид искусства, для которого необходим ремесленный навык. Так вот, мы по факту музыканты, танцовщики, актеры, мы ремесленники. То есть мы не только создаем искусство. Это искусство является в то же время и ремеслом. То есть это именно то ремесло, которое очень сильно поощрялось философами сократической школы. То есть Аристотелем, самим Сократом и Платоном. И они считали, что навык, ремесло развивает душу. Вот именно вот то, что они называют словом техне. Поэтому прошу вас в этих условиях, несмотря на то, что происходит из мне, развивайте ремесло. Рано или поздно это ремесло вам понадобится. Спасибо огромное, спасибо. Спасибо огромное еще раз, Севелина. Дай Боже вам здоровья, чтобы все было у вас хорошо. И надеемся, встретимся с вами и в онлайн-конкурсах, и уже в настоящем фестивале в Лондоне 4 октября. Спасибо вам за инициативу, и спасибо и вам за поддержку, за мотивацию молодых талантов, и спасибо вам за все, что вы делаете, и за ваше внимание как к нам, членам жюри, так и к каждому участнику индивидуально. Спасибо, родная. Все, крепкого здоровья, друзья. Повторюсь еще раз. С нами был Лондон Эвелина Делэйн, музыкант-анвозитер, музыкальный терапевт, обладатель мирового рекорда Гиннесса, автор выходящей вскоре книги «Экстремальная музыка». Друзья, через... В котором часу у вас будет уже... 40 минут. Да, так что быстренько регистрируемся, у вас ссылочка есть. Это для тех, кто хочет сейчас послушать Эвелину и увидеть ее за роялем. И, пожалуйста, ссылочка на интернет, кто хочет, чтобы Эвелина преподала мастер-класс и ее уроки онлайн. Благодарю вас. Всего хорошего. С вами был Golden Time и Лондон Эвелина Делэйн. Все. Все. Все, друзья. До свидания.